В России хотят ввести ограничения на использование личных автомобилей. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. 26 ноября 2021 года правительство утвердило распоряжение, согласно которому была подписана транспортная стратегия России до 2030 года. Помимо прочего, этот документ предусматривает постепенное введение ограничений на использование личных автомобилей гражданами. Как говорится в тексте данной стратегии, личный автомобиль является главным источником загрязнения воздуха в крупнейших агломерациях, на которые приходится более чем 30% общего объема выбросов в атмосферу, а в городе Москве более 90%. Основными вредными веществами, создаваемыми движением автомобильного транспорта, являются взвешенные частицы – оксиды азота, эсеры и другие. Использование более экологичных автомобилей позволяет решить проблемы с выбросами некоторых вредных веществ, например, существенно сократить выбросы оксидов азота. Тем не менее, полностью проблему загрязнения путем обновления автопарка решить невозможно, в том числе потому, что до 82% выбросов ввешенных частиц происходит не из выходных газов, а за счет втирания дорожного покрытия из основных частей автомобиля. Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах, в первую очередь для обслуживания маршрута в периферии и центр, с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду, является безальтернативным. И далее уже в этом тексте приводится предложение по введению таких ограничений. Первое создание и контроль экологических зон, предполагающих установление на уровне субъектов России условий ограничения въезда либо перемещения автомобилей, в том числе не соответствующих определенным экологическим стандартам, в том числе с применением экономических регуляторных мер. Экономические регуляторные меры, я так понимаю, это подразумевается штрафы, естественно. Далее, следующее ограничение – это мероприятие по борьбе с шумовым загрязнением от транспорта, в том числе путем сокращения разрешенных скоростей движения на участках уличной дорожной сети, расположенных в районах с высокой плотностью населения, а также установки шумозащитных экранов и внедрения цифровых методов контроля уровня шума. Далее, следующее новшество, которое предлагается ввести – нормативно-правовую дифференциацию условий использования личного автомобильного транспорта в центральных частях крупных городов при одновременном развитии пассажирского транспорта общего пользования, а также инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. Еще одно изменение – поэтапное установление ограничений на использование транспортных средств низких экологических классов. Помимо этого, согласно тексту документа, реализация более агрессивного прогноза снижения объема выбросов углекислого газа предполагает в том числе следующую меру – масштабное стимулирование совместного использования транспортных средств, развития велосипедного и другого немоторизированного транспорта. Вот такая вот информация, то есть согласно данной стратегии постепенно планируется введение ограничений по экологическому классу транспорта, по въезду в различные районы, там, городов, других населенных пунктов, по введению требований по совместным поездкам и так далее. То есть таким образом, получается, Минтранс в данной стратегии пытается силовыми методами популяризировать транспортные средства на альтернативных видах топлива, такие как электромобили, а также переход от использования личных автомобилей на общественный транспорт и на средства индивидуальной мобильности, такие как самокаты, электросамокаты, моноколеса и все прочее, то есть не автомобили. Традиционно, естественно, как это принято в России, это вводится не за счет поощрения перехода и отказа от автомобилей, а силовыми методами, то есть наоборот, путем введения ограничений, штрафов и так далее, как мы все уже привыкли. Что интересно, после того, как эта информация сегодня была опубликована в федеральных СМИ, Минтранс уже ее официально опроверг, он заявил, что никаких ограничений ни для каких видов транспорта вводить не планируется, но тем не менее текст документа, который уже подписан и утвержден, я вам сейчас показал на экране, то есть из этого документа, как говорится, слово уже из песни не выкинешь, документ подписан и никуда уже не денешься от него. Поэтому, как бы там, чтобы там сейчас Минтранс не опровергал, с документом каждый из вас может в интернете ознакомиться и найти все те же самые предложения, которые я уже сегодня озвучил. Более того, как я уже рассказывал в одном из предыдущих роликов, еще в 2017 году в ТЕКСПДД уже были внесены знаки, которые предусматривают возможность введения ограничений проезда транспортных средств в зависимости от их экологического класса. На сегодняшний день они, получается, в ТЕКСПДД есть, но по факту на дорогах я таких не встречал. Насколько я знаю, пока фактически на дорогах эти знаки не применялись. Видимо, все это было сделано заранее, как раз таки к тому, чтобы в дальнейшем будущем постепенно вводить такие ограничения на проезд. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было интересным. Что вы думаете по поводу этих изменений, вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!